Всем привет! Сегодня я расскажу про фонарик Fenix E18R. Фонарик предоставлен для обзора магазином Fonaric.com. Итак, E18R это новая компактная модель от марки Fenix. Я уже рассматривал на своем канале фонарик Fenix E30R. Теперь же мы добрались до E18R. В какой-то мере он подобный модель RC09, которой я пользуюсь уже достаточно длительный период. Но теперь, похоже, E18R придет ей на замену, в первую очередь из-за разницы в длине, которая равна практически одному сантиметру. Что, как по мне, достаточно, чтобы выбрать более компактный фонарик. Ну и после этого новая модель в некотором роде интереснее, про что я расскажу далее. Итак, теперь посмотрим на упаковку и комплект поставки. Вот стандартных комплектов поставки отличаются, наверное, лишь тем, что нету в комплекте. У нас здесь чехла, в остальном все то же самое. Темляк, клипса, аккумулятор, кабель зарядный, запасное обладательное колечко и инструкция. Итак, вот сейчас мы видим комплект поставки, кабель со специальной магнитной зарядкой, гарантийка, инструкция, рекламка, инструкция, фонарь, защитная проставка для транспортировки фонаря, когда он продается в магазине. Здесь уже есть заводное колечко у нас. Это очень правильно, потому что в RC09 я темляк тоже цеплял не напрямую, а использовал заводное колечко, но стороннее, рвадское, исправ. Здесь же колечко уже в комплекте, что очень хорошо. Хотите колечко, хотите паракорд, хотите, просто родной темляк используйте. Очень правильное решение. Ну и сам фонарь на нем уже сразу же из коробки установлено у нас клипса и аккумулятор в комплекте. Аккумулятор все тот же, 16340 на 700 мАч. И теперь больше внимания самому фонарю. Корпус фонаря длиной 6 см мы можем намерить, в то время как RC09 у нас был порядка 7 см. Даже 72 мм. Вот эта вот разница, она хорошо ощущается, хорошо видна, насколько уменьшилась компактность. Разница у нас появилась в первую очередь из-за того, что в Е18 у нас теперь используется коллиматорная линза, а не стандартный рефлектор как RC09. Магнитные зарядки у них схожие, но почему-то зарядкой RC09 я не смог заряжать Е30, к примеру. Это, кстати, одна из причин, почему проще вот иметь сразу же два фонаря одной серии, чтобы их использовать. Но магнитный кабель от Е18 и Е30 спокойно заряжает RC09. В общем, мне кажется, что некоторая разница в центральном контакте, во глубине у нас здесь присутствует. В остальном они схожи. По свету главная разница состоит в том, что у нас появилась прибавка в люменах, теперь по максимальной яркости 750 люмен фонарь может выдать. Но в первую очередь это то, что RC09 у нас получился чуть таким более сфокусированным, с явно выраженным центральным ходспотом, а Е18Р получил более широкий ходспот и более широкую засветку под ноги. По оттенку светодиодов, мне кажется, что Е18Р у нас получился таким более нейтральным. В то время как RC09 у нас получил более зеленоватый оттенок светодиодов. На природе он на фотографиях кажется чуть более теплым, но на самом деле разница эта заметна только при сравнении в лоб двух моделей. При отдельном, когда фонари, этого не видно. По дальности, по ширине засветки на природе Е18 примерно равен RC09, но лишь за счет того, что эта у него засветка менее сфокусированная, она идет засветку больше по площади. RC09 у меня живет достаточно много в кармане, никаких особых потертостей и ничего у него нету. На него прицеплен вот такой темляк с карабином, висит на кармане. Кнопка металлическая, не потерлась. Здесь кнопка пластиковая с индикатором заряда в центре. Вот сейчас показывает, что у нас заряд где-то на 3 четверти фонаря. Если светится постоянно зеленым, то это на полный заряд, считаем, там от 100 до 70%. Если красный и красный мигает, там уже меньше половины заряда. Аккумулятор в комплекте 700 мАч, как я уже сказал. Вот такой вот феникс. Анодированная резьба, контакт только по торцу, соответственно, при необходимости мы можем приоткрутить хвостовую крышку, чтобы не было случайного включения фонаря. Кольцо для темляка у нас вот здесь вот в хвосте расположено на краю. Удобно, в принципе. В хвосте фонаря есть магнит. Он удерживает такой маленький фонарик. В более старшей модели E30 магнита там у нас никакого нет. Фонарик мощнее, конечно, больше, массивнее. Но некоторые производители даже в такие фонари ставят магниты. Здесь же почему-то не поставили. Стекло, это коллиматор, ничем не защищен. Можно было пожертвовать парой миллиметров, поставить стекло, но производитель не захотел. Утоплено в корпус на пару миллиметров. Сколько сильно будет царапаться, непонятно пока. Скорее всего будет подрываться сеткой микроцарапки. Зарядка подключается очень просто. Она удобнее, чем в RC09. Кабель более гибкий. Меньше тянет за собой фонарь, распрямляясь. В общем, сейчас покажу, как фонарик заряжается. Итак, вот сейчас фонарь у нас стоит на зарядке от Powerbank. Зарядный ток 0,8 А. Видимо, у нас светится светодиод. Светодиодов таких два, они расположены симметрично с двух сторон. Но они похожи RGB и в зависимости от угла поворота, он ныне у нас принимается то ли красным, то ли оранжевым. Кранчики сейчас могут вообще подробно восприниматься. Вот так вот выглядит зеленый. При подключении загорается красный вроде как. Во время зарядки у нас доступны все режимы фонаря, что очень хорошо. По режимам их здесь 5 штук. Есть стробоскоп, что очень удобно. Он вынесен отдельно. Быстрого доступа к максимальным минимальным режимам у нас здесь, к сожалению, нет. Отдельно можно сказать, что есть блокировка случайного включения двойным кликом. Два раза кликнули, фонарик мигнул, после этого у нас уже будет мигать только нажатие кнопки. Для разблокировки повторный двойной клик. И фонарик у нас включается. Клипса достаточно глубокая, ставится только со стороны головы, со стороны хвоста ее поставить нельзя. Соответственно, фонарик у нас всегда будет висеть коллиматором вверх. По стабилизации яркости производитель показывает стандартные такие растянутые графики. Как видим, максимальная яркость 750 км это такой стандартный рекламный шаг. Она, в связи с недлительное время, но и корпус фонаря достаточно быстро нагревается. И вы уже как бы, такого особого дискомфорта нет, но хотите переключить фонарик на более низкий режим. То есть максимальная яркость рабочая, это где-то порядка 400, 10, 420 люмен максимальная. Ну и там дальше уже по спадающей. В принципе, этих яркостей хватает подсветить в парадном, подсветить в моторный отсек автомобиля, подсветить в темный угол, найти какую-то завалившуюся деталь. В принципе, для этих целей фонарик чаще всего и используется. По доступным режимам яркости у нас минимальный режим это 5 люмен. Далее идет 30, 150 и 750 люмен. От 70 до 45 часов в максимальном режиме. В принципе, при редком использовании фонарик для перестраховки заряжать можно пару раз за полгода. При частном использовании, да хоть после каждой зарядки, после каждого момента работы, вы можете его повесить на зарядку, подзарядить. Заряжается, конечно, только при помощи родного кабеля, но, в принципе, это и не есть как-то плохо какой-то проблемой. Кабель достаточно стандартный, легкий. И если у вас серия фонарей E30 и E18, вы можете использовать один кабель на работе, один дома и подзаряжать фонарик. В принципе, это стало одной из причин, почему RC-09 отправляется в запас, а его место занимает E18. Немо точно так же будет поставлено заводное колечко из комплектного и придумано какое-то кольцо из паракорда вместе с карабинчиком, чтобы висеть на поясе. Отлично такой фонарик помещается в карман на джинсах, в котором, в принципе, должна храниться зажигалка на правом боку и не протирает его, висит там и случайных включений, разрядок там нет, если использовать электронную блокировку. Или же мы всегда можем использовать у нас при откручивании хвостовой крышки как защиту от случайного включения. Такой вот симпатичный маленький фонарик. Phoenix E18R. Новинка от компании Phoenix. Предоставленный для обзора магазина фонариков. На этом все. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok